приветствую вас давайте разберем ваш вопрос в первую очередь хочется сказать что вы не совсем как мне кажется задается вопрос мне кажется что корректно я бы сказал что знаете много бесполезных вопросов задает вот почему потому что условно говоря вопрос почему там получилось так они начинают они не на что не влиять причины не на что не влиять значит вопрос стоило ли ждать море погоды ну как бы мне кажется а вы ответ на этот вопрос мне кажется знаете мне так кажется понятно что я не могу быть в этом уверен наверняка на сто процентов и все остальные но не стоило ни что ну по крайне мере для вас стоило с вот именно Но для вас, именно, это явно того не что устало. Дальше, если, если, мы говорим о том, как развиваются ваше отношение, ну, вообще вот, в принципе, вот, то, на мой взгляд, на мой взгляд, отношение ваше развивается по такому принципу, что вы хотите достаточно резко как бы пересечь личные границы человека, другого. И когда это не получается сделать, вы испытываете тревожность. Вот. И, 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 и тревожность из-за того, что находить человек в отношениях, но на некотором отдалении от него вам тяжело. Очень тяжело, как мне кажется. Ну, может быть, я не прав насчёт того, что очень прямо тяжело, но тяжело, как мне кажется. на мой взгляд, ну, да, 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 на мой взгляд, вот, в какой-то степени, это, ну, проблем. На мой взгляд, по-моему, это проблема. Ну, можно ли эту проблему решить? Да, конечно. Эту проблему можно решить и нужно решить вопрос, плюс заключается в том, как вы хотите и хотите эту проблему решать. И хотите ли вы её решать? Вот. То есть, понимаете ли вы, что она, эта проблема существует? В том числе, в том числе, для вас. И, может быть, человек с вами не сблизился, только потому, что, вот, ну, чувствовал, чувствовал некоторое давление. Такое, к сожалению, тоже может быть. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам лучше, было бы лучше всего, поисследовать вот этот момент, вот, который, ну, который я озвучил, да. Вот. Мне кажется, это очень важно. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Я не буду узнать наверняка. Здесь я не буду узнать этого на сто процент. Но, вот, мне кажется, что, как бы, что в этом может быть проблема. Значит, что касается вашего возвращения, то, ну, это, на мой взгляд, одна из довольно таких классических реакций, когда после чрезмерного увеличивания, например, появляется что-то вроде чрезмерного обесценивания. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, выглядит это примерно в таком ключе. Если не получается, образно говоря, что-то достичь, да, если не получается достичь, то человек пытается это обесценивать. Нет. Тебе обесценивать это уже, ну, защищает, как бы, от боли. На мой взгляд, хорошим выходом из этого состояния, из этого положения, вот, могло бы быть обращение на ваше внимание, на то, что есть еще. То есть, что еще есть, помимо того, что, вот, вы чувствуете раздражение. Потому что раздражение, это, ну, как бы, как правило, защита. И мне очень интересно, мне очень интересно, ну, защищаться, ну, условно говоря, защищаться от чего вы пытаетесь. Вот, мне кажется, это очень важный момент, вот, на который вам нужно обратить свое внимание, экспрессионное внимание. Дальше. Что касается вины, кто-то вы себя чувствуете виноватой. Ну, наличие, наличие определенных сложностей, с вашими личными границами, как мне кажется, не может не определять человека рядом с вами. И, соответственно, соответственно, не обещайтесь, пожалуйста, но быть с вами в отношениях мог тот, у кого либо личные границы крайне не гибкие, а значит, ну, такие, такие, я бы сказал, ну, вот, это самое, наверное, правильное, самое уместное было бы сказать, что личные границы кристаллизованы. То есть, это вот именно, это именно кристаллизация личных границ получается, это именно вот, ну, кристаллизованы, то есть, когда это приобретает, ну, такую вот форму, значит, такой, очень, вроде бы, крепкую-крепкую-крепкую, но, если эта крепость-крепость продолжает, условно говоря, увеличиваться, да, то, как бы, ну, начинается проблема, начинается сложностей, вот. Вот, и мне кажется, что это именно вот ваша история, точнее, история вашего мужчины, ну, вот, личные границы, они вот именно накристаллизовались, но в этой кристаллизованности, как, я надеюсь, вы понимаете, присутствует, то, что я бы назвал скрытой хрупкостью, вот, скрытая, скрытая хрупкость. И, на мой взгляд, вот, именно эта скрытая хрупкость, и бьет, по-моему, видеть чувство вины. Потому что, ну, молодой человек, вроде бы, делает, а что-то для вас подарка не берет, оставляя вас, оставляя вас в должное ему. Ну, а вы, значит, чувствуете должное, и, в общем-то, как бы сказать, ну, возможно, правильно сказать было бы, что вы охотно берете на себя вину, вот. То есть вы, как человек, у которого, как мне кажется, с личными границами не очень хорошо, вот, готовы обратно в свою вину. Вот, что такое вина? Вина, это, ну, это, если говорить просто, это подавленный гнев, то есть когда-то вы свой гнев не проявили, когда-то вы, ну, не защитились, мне заблокировали какую-то, какую-то интервенцию по отношению к вам человека. И, в общем-то, это опустилось в углу пешевалов и отравляют внутри. Это, собственно, и называется, ну, превращается вообще по вине. Вот. контексте своих ценностей это делает. Что это значит? Контексте своих ценностей. Средить человек в контексте своих ценностей это значит, что вычислился доименователь, это что он дарил вам подарки, только потому, что если бы вы оказались на его месте, а вы пытаетесь оставить себя на его место, если бы вы были на его месте, вы бы чувствовали примерно то же самое. И вот вопрос, а как? Как у вас вот это происходит, что вы берете ответственность за другого человека? Как это становится для вас возможным, как становится для вас вероятным и так далее. То есть, каким образом это становится возможным для вас? Мне кажется, это очень такой важный достаточно момент, момент, на который вам нужно обратить свое внимание, потому что это то, что напрямую влияет на ваше поведение, то что напрямую влияет на то, как вы взаимодействовать с мужчинами. А вывод, такой вывод я сделал, опираясь на то, что вы говорите о предыдущих отношениях, где вы не могли вообще без человека там находиться. То есть, это тоже вот потребность, потребность такая вот слия получается. Вот. при этом я не хочу сказать, что это на 100% плохо то, что происходит. Просто это же не совсем, не совсем это получается близость к этому, не совсем отношения, которые выстраиваются на близости вашим, слушай, как мне видится, как мне кажется. Вот. Это отношения, которые больше выстраиваются на потребности другому человеку. А это, на мой взгляд, ну, в какой-то степени уязвимость. Уязвимость болезненная. Уязвимость неестественная, уязвимость, условно говоря, контролируемая, скажем так. Вот. И это, конечно, может быть, довольно-таки серьезная проблема для вас. Опять же, как мне это видится, как мне это кажется, я могу здесь быть неправным. Вот. В целом, конечно, хочется обратить ваше внимание на общую вашу реализованность, хочется обратить внимание на то, как вы в целом сами к себе относитесь. То есть, ну, насколько вам интересно, интересно жизнь вообще, ну, вообще глобально, да? Вот. И, соответственно, ну, что вы хотите, вот, ну, вы ее, конечно, не чувствуете сам, в полной мере свободны и так далее. Ну, важно немножко другое, что это не особо, как мне кажется, имеет значение в данном случае, потому что, ну, ребенок вас не может и, по-моему, глубокому убеждению не должен ограничивать. Ну, вот, если это происходит, то это, ну, на мой взгляд, не совсем верно выстроены отношения с ребенком. Просто есть такое ощущение у меня, что вы слишком сильно как будто бы интересуетесь, ну, мужчиной. И как будто бы у вас, знаете, может быть, может быть, может быть, очень много точек пересечения, то есть тут очень много вещей, которые могут объединять и, если, как бы, общие, это только гендерные отношения, но при этом нет никаких больше интересов, если нет социального слоя общения. Вот. То, на мой взгляд, такое взаимодействие становится очень, ну, очень, я бы сказал, неустойчивым, наверное, возможно, да, неустойчивым, вероятно. И это, как мне кажется, это, в общем-то, в общем-то, это серьезная трудность, по-моему мнение. Вот. Поэтому, как бы, так важно, на мой взгляд, на мой взгляд, чтобы вы старались именно разнообразить площадку для взаимодействия между вами и мужчиной. Слишком, ну, слишком, ну, мне кажется, она узка, мне так кажется. Вот. Ну, я, я не претендую, как бы, на истину. Здесь, да, я отдаю себе счет в том, что могу ошибаться, ошибаться. Вот. Я не претендую на истину. Но, если, если есть, хотя бы, вероятность того, что я могу быть прав, да, вот, то, ну, на мой взгляд, лучше вам обратить на это внимание, вот, и что-то, что-то уже, с этим делать. Вот. Вот, наверное, то, что я хотел вам рассказать. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Честно, скажу, что, пока вы будете пытаться добрать то, что, ну, вот, условно говоря, то, что вам, грубо говоря, нужно нужно от машины, вот, пока вы будете пытаться добрать. Ну, как-то, что хорошего. Мало что вообще получится. Вот, там и что. Вы всегда будете, так вот, что называется, сверх мотивировано, значит, ну, места быть сверхмотивированы на какие-то, ну, на какие-то действия, действия по отношению, по отношению к человеку. Вот. И, на мой взгляд, это сложно, ну, это всегда определенная проблематика. Вот. Такая вот, такая вот история. Ну, это, наверное, я, наверное, закончу. Вот. Наверное, это все, что я хотел сказать. Пока что. Вот. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Надеюсь, что что-то новое для себя вы открыли. Я надеюсь, что что-то новое для себя вы поняли в моем ответе. И я надеюсь, что вам это даст обратную связь, которую вы могли бы использовать для того, чтобы начать с от психотерапию. Вот. Я думаю, примерно так. На этом все. Я желаю вам удачи. Я желаю вам о разрешении своей проблемы. Я желаю вам выхода из такого вот своего рода... Не тупика, конечно. Не тупика, конечно, но непростой истории, как минимум. Все наименьшими потерями. А чтобы выстраивать отношения иначе, другим способом, вам, конечно, нужна помощь. Всего самого доброго. Спасибо.